Видишь, задевает у меня здесь, задевает. Всё. Здравствуйте! Я Лариса Бузеева в эфире «Давай пожениться». Ну что, с женихом нам сегодня повезло. Во-первых, красавец. Во-вторых, высоченный, метр девяносто. Козырный. В общем, от невест не было отбой, но повезло только оперной певице Анне, будущему ресторатору Кристини и девушке с характером Юноне. Но давайте сначала с женихом познакомимся. Здравствуйте! Человек по-настоящему счастлив тогда, когда ему есть с кем поделить свои успехи и неудачи. Когда есть с кем поделить радости и поражения. Я надеюсь, что с помощью вашей программы я стану счастливым и мне будет с кем поделить своё счастье. Сегодня со мной мои большие друзья. Это Мария Максакова и Алексей Огурцов. Проходите! Спасибо! Александр. 42 года. Никогда не клялся своим избранницам в вечной любви, но они вопреки всему рожали от него детей. Александр депутат Государственной Думы. Принимает участие в лыжных гонках, играет в бильярд и поёт в караоке. Гордится своими профессиональными достижениями. Считает себя правдорубом. Предупреждает, что женат на работе. Александра не испугает наличие детей у его будущей избранницы, но оттолкнёт наличие пирсинга и любовь к деньгам. Женится на длинноволосой девушке с естественным лицом, тонкой талией и достойными родителями. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Честно скажу, не часто к нам заглядывают такие, ну правда, и красивые депутаты. Лариса, вы не верим, а льстите. Я льщу? Ху! У нас ещё всё впереди. Симпатичный, да. Мужественный. Да, очень симпатичный. Что, прям ни разу не был женат в 42 года? Нет, ни разу. Это патология? Нет, а почему? Я, например, вообще только в 42 года начала взрослую жизнь. Замечательно. Как раз мне в 42 решил начать взрослую жизнь. Лариса, я равняюсь на лучших. Да. А как дети вдруг появились? Ну, вы знаете... Детей-то аж двое. Ну, вы же прекрасно понимаете, что дети, они как-то появляются. Вот так они, в общем-то, и появились, потому что я, наверное, какой-то опыт общения с девушками имел. Но вы точно уверены, что только двое? Ну, по крайней мере, по официальным данным, двое. Пойдётся тебе с двумя детьми гулять. Вашей девушке, первой, которая родила, 18 лет было всего, когда вы с ней закрутили роман. А вам сколько было? 30? Где-то около 30. Точно не помню. Ну, чем она так была нехороша, чтобы не довести её до завтра? Нет, я не говорю, что она была нехороша, но у мужчин, наверное, собственно говоря, и у женщин, я думаю, есть такое некое гадкое состояние души, когда вроде как... Поняла, поняла. Саша, а вот когда вы с ней вот любили друг друга, вы ей на ушко могли бы жарко шепнуть? Милая, люблю, но не женюсь никогда. Ну, чтобы она хотя бы по ходу контрацепции у мамки, спросила ли у подружек. Не, ну как? Так это всё желание сразу отбьёт. Да, ну не женюсь, не женюсь, ну можно было бы сказать... Я, Лариса, я обязательно возьму на заметку те слова, которые вы сейчас говорите, надеюсь, что это поможет моим будущим отношениям. Уже нет, раззадори. Будущим отношениям, это будет хорошим стимулом для того, чтобы шептать девушку на ушко. Послушайте, ну она-то, наверное, не с новым не духом, она-то думала, что всё-таки женитесь. Вот от такого человека можно ради детей, как ты думаешь? Нет, так нельзя говорить, что сразу можно ответить на этот вопрос. И вот она говорит, Сань, я понесла. Вы что? Честно говоря, конечно, для меня это был шок. Конечно, это был шок. Наверное, многие мужчины понимают, о чём я говорю. Даже если они в браке, и одиннадцатый желанный ребёнок, когда им говорят, Вася, я беременна. Да ты что? От кого? У них одинаковые ряпции. Вы же дебилы. Нет, беру свои слова обратно. Не все. Лариса, я вам скажу даже больше. Конечно, я был в состоянии шока, и когда я приехал в роддом её встречать, стояла рядом её мама, и я почувствовал, что я начинаю отключаться. Я попросил меня ущипнуть. Вот видите, как хорошо, Саш. Я попросил меня ущипнуть, потому что я действительно был в состоянии шока просто. Пошёл же в роддом и встречал, и когда ребёночку увидел, обалдел, и новые чувства. Ну тут, казалось бы, возьми и женись. А где же в нагрове, которое должно было быть воспитано за годы учёбы? Часто бывает сначала дети, потом брак. Может, любви такой не было? А дети для продления рода, женитьба для души, не всегда это в одном месте происходит. Чего ей не хватило для того, чтобы всё-таки её в ЗАГС довести? Наверное, не хватало вот той самой, что называется любовью. Вот чего-то того связующего, что должно было меня втянуть, втащить вот в эти отношения, когда ты хочешь просыпаться с этим человеком каждый день, когда ты хочешь с ним засыпать, когда ты хочешь быть с ним самыми днями. Они говорят сами, они говорят, что я могу быть влюблённым, но не любить. Или любить, но не быть влюблённым. Нет, это свойство вообще всем людям. Это всего лишь попытка объяснить своё внутреннее состояние, которое, ещё раз говорю, порой не поддаётся описанию какими-то словами. Я абсолютно с вами согласна. Я жила до 40 лет на чемоданах, и там точно скажу, ну это же не значит, что у меня не было возлюбленных, не было мужчин. Я даже увлекалась. Я жила на чемоданах, я знала, что я в любой момент, у меня всё это складывается, и я ухожу, либо я выгоняю. Потому что вы не встретили своего человека. А беременность была случайная. Он состоятельный. Для тебя это важно? Нет, для меня это не важно. Но второй сценарий был как под копирку, то же самое. Вы познакомились с девушкой, тоже младше себя, да? А не ровесницей. Была влюблённость. Ну, вы знаете, если, наверное, брать вторые отношения, второе общение, здесь, наверное, всё-таки здесь было меньше какие-то чувства влюблённости, чем в первой ситуации, но, тем не менее... Ещё меньше. Да, наверное, меньше. Но случилось так, как случилось. А может быть, вы путаете это? Ваша сексуальная удовлетворённость, ну, как мужчин, удовлетворять же надо, инстинкт природный, и семья, она к ней не имеет никакого отношения, поэтому вот, ну, вот как и у моего, то же самое. Даже должен кто-то удовлетворять этот аппетит? Я к тому, что второй раз, вы говорите, под копирку, и первая была такая же ситуация, что, в принципе, не собирался он жениться. Так это сейчас, ему надо было только... Девушки просто смотрели, как это иосифы, а дети побольше не сказали. Роза, 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 что касается сексуального увлечения, абсолютно... Высокий, голубоглазый, извините, что перебиваю. Девушка сама решает сохранить ребёнка, вот и всё. Александр, а у неё проблема? Что касается сексуального увлечения, это, естественно, абсолютно очевидно, что это сексуальное увлечение, если его нет, то и не будет никакого общения. Александр, и второй раз вы предупредили барышню, что вы первый раз не женились, хотя ребёнок... Она всё знала. Она всё знала, но думала, ну это у той малолетки не получилось, а уж я-то такого красавца... Я такая же малолетка, но у меня тоже не получится. Ну, может, ему он вообще никогда не поженится, может, ему это и не нужно. Маш, ну вот ты-то, женщина же, понимаешь же, что... Ну, я никогда не занималась бы беременностью с целью... Нет, послушай, ну, есть же подружки, во-первых, Маш, есть подружки, есть куча знакомых у наших мам, которые рассказывают про своих дуручек. Лариса, так как я не замужем и замужем не была никогда, хотя у меня двое детей... Лариса, Лариса, следующий, следующий потенциально. Маш, ну смотри, понятно, что мы рожаем для себя в любом случае, замужем ты или нет. Естественно. А мне давным-давно Наташа Андрейченко сказала, что женщина должна иметь детей столько, сколько она в случае развода... Если что, может... ...может сама прокормить. Конечно. Не как сегодня. Значит, сначала цепляются... Да, конечно, правильно, потому что он может быть замечательным человеком, но с ним можешь все что угодно приличиться. А потом еще второй раз, Александр, был тоже выбор вашей барышни, она забеременела, вы развели руками и сказали... Мне... Лариса, мне в первом-втором случае был задан вопрос, я беременна, что будем делать? Мой ответ был, не знаю, правильный, неправильный, по крайней мере, он был такой. Я приму любое твое решение. Если ты решишь сделать аборт, я помогу. Если ты решишь оставить ребенка, я от него не откажусь, я буду помогать. Ну, смотрите, а второй раз вы не пошли уже в ЗАГС ее встречать? Ну, не в ЗАГС, а в роддом. Ларис, Ларис, это было не потому, что я меньше как-то любил или готов был любить этого ребенка. Это действительно была такая техническая накладка, я просто физически по времени не успевал. Мне действительно за это очень неудобно перед ней, потому что она знала, что первого ребенка я ходил встречать. Ну, он будет, мне кажется, еще плодить детей долго. Понимаешь, в любом случае у нас есть с кем сравнивать, потому что идеал, что для меня, что для Александра, это наши родители. И, конечно, мы иногда, когда встречаемся с первыми девчонками, да, мы хотим немножко сопоставить ту жизнь, прожить, да, ту жизнь, в которой живут наши родители. Это первое, это первое. Возможно, Саше что-то не нравилось в их отношениях. По поводу, я скажу тебе по поводу сексуального опыта. Я всегда говорю, я со своей женой женат более 25 лет, 35 лет, мы знакомы. Вот это очаровательная история. Но, я вам скажу, что жена... Скажи, что ты ее водил в детский садик. Я водил ее в садик, я водил ее в садик. Я скажу одно, что жена в сексуальности должна совмещать в себе все. И жену, и любовь. Ну, понятно, послушай меня, по поводу родителей, нет, я тебе хочу сказать, по поводу родителей, мы же их видим, если родители умные, только в состоянии идиллии. Когда они нас провожают, завтраки, и так далее. Мы же не знаем, когда они были нами беременны. Это абсолютно все другое. Вы с чем сравниваете? С внешностью вашей мамы? Вы не дали. Или каких-то личностных особенностей? Может быть, Саша не дал своим женщинам раскрыться, как жене? Как женщине, в семье. Хорошо. Не дал времени. Специально не дал для того, чтобы сегодня оказаться в вашей программе. Да, спасибо большое. И пойди, наверное, опять молодых хотим, да? Ну ладно, что ж вы прям сразу... А кого ж хотим-то? Абсолютно нет каких-то стереотипов. Взрослых хотим. Абсолютно нет каких-то стереотипов, что должно быть столько лет или столько лет. Нет, хорошо. А что, в 40 лет женщина некрасивая? Так я наоборот говорю, самое оно. Александр, какие гарантии, что не будет сценарий в третий раз? Вы знаете, Ларис, я в этой жизни неоднократно слышал от девушки, с которой я общался, вопрос. Послушай, вот мы сейчас с тобой начали общаться, а какие гарантии? Знаете, что я отвечал всегда на это? А какие гарантии у меня? Вы что, считаете, женщины, что может разбиться только женское сердце, а мужское сердце разбиться не может? Или мужчина каким-то образом больше защищен, чем женщина? Нет, я так не считаю. Мы внутри такие же люди. Люди, как бы, сходятся по своей воле, да, и расходятся по своей воле. Разлюбила и уйти. Хорошо. Что вам категорически не нравится в женщинах? Категорически не нравится? Какой вы не будете общаться, ну, наверняка? Вот кто вам не нравится? Наверное, которая в первую очередь во главе угла ставит какое-то материальное положение мужчины. И тут же смешно. Абсолютно не секрет. Лариса, абсолютно не секрет. Я и сейчас общаюсь с девушками, и девушки рассказывают, как они общаются друг с другом. И первый вопрос, я познакомился там с молодым человеком, первый вопрос, а на какой машине он, а сколько он зарабатывает? Ну, вот это, честно говоря, раздражает, да нельзя. А меня раздражает, когда у нас на программе говорят, Роза, а почему вы считаете, что только квартира главная, машина и деньги? А вы знаете, не это главное. А что Роза говорит, а что главное? Про любовь. Так вот, к сожалению, сегодня мир такой, что большинство, не все, только очень сытые девушки из благополучных семей, которые горя не знали, лихо не знали, не думают про тот самый черный день и про то, не вспоминают, как они жили в общаге, как они голодали и так далее. Только девушки сытые не будут интересоваться, что у вас есть, потому что папа давно говорит, Лялечка, я тебе все обеспечил, главное полюби. А девчонкам, которые приезжают, любовь, это такая офигенская роскошь, поэтому они хотят устроиться. Ну вот странно, да, он говорит, что меня раздражает, когда женщину интересует только кошелек, но, вот я, допустим, в его подруге вижу такую женщину. Если девушка деньги не любит, как она ваших хранить будет деньги, как она это будет созидать? Он сам их сохранит. Как она их мотивирует? Нет, он сам, она же знать не будет, что там надо хранить. Ну ладно, хотя я этого не верю. У нас нет моих денег и нет ее денег. А где деньги? Должно быть все общее. Кархозное, значит ничье. Это мой принцип, ради бога, это ваш принцип, у меня есть свой принцип. Какой? Потому что если у меня с женщиной общий бюджет, когда женщина знает, что вот здесь лежат деньги, вот на этой карточке, допустим, лежат, или пусть они там где-то в банке лежат. Не принципиально, наши деньги. А она-то откуда должна деньги свои взять? Послушайте, ну если есть даже карточка, всегда есть вторая карточка. Нет, нет, она, значит, работать должна. Абсолютно. Я считаю, что работа для женщины только исключительно для того, чтобы с ума не сойти отсидеть дома. Ну, сможет, чтобы у нее освинивали мозги, и чтобы она очередшая, какая глупость. Абсолютно право. Лариса, тогда вопрос, когда же они будут встречаться, если он женат на своей работе, а у нее будет работа как хобби, чтобы у вас было мало. Ну как-то мы успеваем встречаться даже детей. Я думаю, что если я познакомлюсь с такой девушкой, если я познакомлюсь с такой девушкой, которая действительно мне западет в душу, поверьте, такая женщина, как работа, она все-таки уйдет на второй план. Ладно, прям поверила. Хорошо, хорошо, а потом она через несколько лет придет сюда к нам, потому что скажет, бросил меня Сашка, заскучал со мной. Ну, ты представляешь его рядом с собой вообще? Ну, так трудно ответить, он такой строптивый. Строптивый, ни на кого не хочет жениться. Ну, ты тоже не самая податливая. Два-три качества, которые вас будут устраивать, попробуйте, попробуйте довести ее до ЗАГСа, попробуйте жить вместе. Потому что так можете до смерти и ждать, что-то там необыкновенное. Он ответственный, Лариса, он хочет один раз на всю жизнь. У нас депутаты, у нас декларация, вон, ты понимаешь, у нас жена-то должна выглядеть. Поэтому хорошую, хорошую, а про вот эту любовь, которую вы хотите, чтобы она вам разбила голову, ну, будете фантазировать в конце концов. Партия не поймет нас. Мне нравится то, что он спортивный, то, что он военный, так или иначе из военной семьи. Да, это вот серьезно, значит. Это дисциплина. Давайте скажем честно, взаимная любовь встречается редко. Это действительно чудо, которое нужно еще как-то заслужить и обрести. А я максималист. Мне кажется, что вы уже заслужили вот тем, что большое количество времени амбициозно штурмовали свои какие-то высоты. Уже нужно приготовиться и открыться. Женщина вам нужна недосказанная, загадка, и та, которая сразу не откроется. Я думаю, что еще почему после беременности теряли к женам интерес, к женщинам, к этим... Токсикус, истерики. Слишком открывались. Ну, смотреться вы будете хорошо, я думаю. Высокий. Ты не маленькая. После рекламы наши невесты проявят свое искусство обольщения. Цените вместе с нами. В эфире «Давай пошелимся». У нас в гостях Александр. Встречайте первую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Александр. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Анна. Я внимательно слушала вашу историю. Вы мне очень симпатичны, но я еще для себя ничего не решила. Я хочу с вами поближе познакомиться. У нас есть для этого все возможности. АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анна, 31 год. Оперная певица, актриса, киномодель. Называет себя скромницей, предупреждает, что не будет заниматься домашним хозяйством. Мечтает о мировой славе. Анна бросила своего итальянского жениха ради принца из Германии, который подарил ей сказку, но жениться не обещал. Надеется, что Александр способен на настоящие мужские поступки. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, потрясающе. Просто бакара. Прически одинаковые, белые и черные. Обе оперные певицы. Я, конечно, не смею попросить вас что-то спеть дуэтом, но это возможно. Но они на самом деле, внешне с Машей, выглядят одинаково, ярко. Пусть Саня споет. Она же у нас. Я тоже свои способности продемонстрировала много раз. Да, я знаю. Хорошо. Для настроения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь от себя то же самое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 От sparrow DimaTorzok Образ мой – это пейнап гил Critique Это Мерлин Монро Не factord行 Скажите, пожалуйста, Лорис А сейчас что, у оперных певиц Это тренд Посмотрите, у них даже прическа ! Да, прическа Одна только белая и черная Вы знаете, вообще я ушла из оперы Я как три года уже активно там не появилась Ой чем зарабатываете? И есть надобность в этом? Я пела в Северде, Пучине, драматически, кончила я Турандот. А что же вы это бросили? Такая хорошая профессия. Ну, понимаете, у меня, во-первых, там был нервный срыв, у меня была такая история, на сцене произошла очень такая драматическая. Такой тенор там, очень известный, Роберто Ароника, я с ним пела в Венеции. Вот, и он меня все время преследовал, хотел, прям набрасывался на меня. Ну, он сицилист. Хотел-котел, у вас как-то. Да, и когда во время спектакля, это была премьера, Тоска, мы должны были с ним целоваться, это нормально. И вот он воспользовался этим моментом, и меня по-настоящему поцеловал, и набросился, прям когда была премьера там. Да, воспользовался он. И у него исчез голос. Вообще исчез голос. Это вы еще обладаете манистю. О, господня! У меня в таком случае к вам один вопрос. А почему тогда, когда вы поете «Норму», вы вместо «Аной Вольджи» поете «Анон Вольджи»? Для чего вы делаете эту ошибку, если вы хорошо знаете итальянский язык и много пели «Вольджи»? Почему? Я спел «Аной Вольджи». Нет, вы пели «Анон Вольджи», это меня так удивилось. Нет, нет. Хорошо. И он на вас прямо набросился и потерял голос, прямо по-настоящему вас поцеловал? Да, и я допивала последний акт одна. А почему у него голос-то пропал? Я 800 миллиардов раз целовалась на сцене. И хоть у одного бородита. Мало того, что лет партнеру было. Играем мы с покойным Сашкой, детюшкой, такую сцену драматичную, пять вечеров. И просто у меня слезы, и он меня целует, и леденец мне прямо в рот вот так положил. И я с этим леденцом, Саша Царствия, тебе, конечно, не верю. Саша Царствия, да, да. Да, я говорю, ну не дурак ты. И все, и все слова забыла. Но чтобы голос потерять. Ну, ему нужна такая более элегантная женщина, мне кажется. Ну, плюс, опять же, у нее сцена, это вечный театр и спектакль, а у него такая более серьезная сфера деятельности, при том оба публичные люди. Анечка, я знаю, что вам для сюрприза нужно переодеться. Да, конечно. Забирайте цветы, проходите, а мы пока с вашими сватами. Хорошо. Спасибо. Вы знаете, в кино есть такое определение, Маш, и на сцене несоответствие внутренних и внешних данных. Это бывает, но, как мне кажется, и в чем я уверен, это все-таки образ. Все мы играем свою роль, у всех у нас публичный образ один, а дома мы совершенно другие. Но не выглядит. Борис, можно вопрос? Так, женщины, которые приезжают, прожив всю жизнь за границей. Но не выглядят. Борис, почему есть одно маленькое дело? Ну, потому что другие они, даже если она... Борис, хочется, чтобы дорогая женщина дорого себя подавала. Борис, еще один момент, который немножко меня смущает. Все-таки мы здесь все люди, которые не первый раз перед камерами. И, наверное, когда человек работал на сцене, наверное, как-то он не будет пасовать. А она настолько нервничает. Хотя должна была к этому привыкнуть давно. Не, ну она нервничает, потому что вы красавица. И хочется, чтобы вы в конце программы зашли к ней. Вот мне почему-то верится процентов на 95, что девочка говорит правду. Саша, она... Леша, Леша, посмотри сейчас на меня, ну правда, ну не сходи с ума. Сколько раз ты был на сцене, сколько раз я была... Человек, еще раз говорю, на сцене, в опере, это сколько было репетиций, сколько было всего. Сидят люди, которые за бешеные деньги купили билеты. Он ее целует в засос, и у него из-за этого пропадает голос. Это что у нее должно быть во рту? Я думаю, такое событие, оно бы не прошло незамеченным в Сумуи. А поцеловать их, ну это так лаивно, это так подержит. Я понимаю, что он мог заржать. Я понимаю, как мы друг друга сволочи колем, и сколько мы неприятностей друг другу на сцене. И она могла об этом, ну как бы сказать. И она после этого ушла. Мне кажется, что да, он от этого устал, у него друзья, ему женщина нужна поскромнее. Ее интересует только помудрее. Ну что, Анна, готова? Давайте посмотрим на сюрприз. Спасибо. 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 Но вообще, с другой стороны, для политики так красиво. Моя супруга – оперная певица. Да, конечно. Браво! Спасибо большое! Спасибо, Анечка! Проходите в свою комнату и забирайте своих друзей. Спасибо. Вы знаете, что мне надо бежать. Если позволите, я загляну в комнату к двум невестам, чтобы шепнуть Саше на ушко, что я думаю, так сказать, поверхностно на двух других кандидатах. Можно? Можно? Ну, конечно, можно. Василиса. Да, человек непростой. Человек достаточно скрытный. Да, сложная натура, переживательная. Очень любит накручивать. Но, правда, такие женщины, если они не придумывают себе сложности искусственных, они их естественно переживают. Поэтому я считаю, что в ее случае о себе такие мифы создавать, артистические, киношные – это, в общем, даже неплохо. А я считаю, что Анечку не надо сбрасывать со счетов. Вы знаете, вы не молодеете, а стареете. А у нее прямо вот все натуральное, подлинник. Пускай, ну, извините, оболочка у нее не такая уж дорогая, как у меня. Но… Ну, с вами вообще невозможно соориться, понимаете? Все равно копия всегда копия остается. А у нее все натуральное. Ну, и что придумывает? Ничего страшного. Поэтому прямо и по возрасту нормально. Детей вон тоже нет, как говорится. Смотрите, прогадайте. Ну, я уже, в отличие от вас, все знаю, мои дорогие. Мне понравилось. Дорогая девушка. Спасибо, Машуль. До свидания. Спасибо, Маш, все, целую. Спасибо. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут вы станете свидетелем нового знакомства. Не пропустите. Теперь давай поженимся. У нас в студии Александр. Встречайте вторую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И тоже. Очень приятно. Александр. Спасибо. Пойдемте. Давайте руки. Спасибо. Кристина. 29 лет. Заместитель управляющего ресторана. Много путешествует и коллекционирует кулинарные книги из разных стран. Обожает готовить, мечтает стать ресторатором. Кристина признается, что рано вышла замуж и была неумной женой. Поэтому семья вскоре распалась. Надеется, что Александр примет ее такой, какая она есть. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Вы красавица. Спасибо большое. Это от нас, девушек. Вам девушка. АПЛОДИСМЕНТЫ Изысканные букеты. Выглядите, соответственно. Откуда вы? Потому что для нашего жениха Александра обязательно нужно знать, кто родители девушки. Мы из Риги. Ну, конечно, первая невеста и вторая, это совсем небо и земля. Связывает их только то, что они иностранки обе. Вы говорили, что были глупые, вышли замуж рано. Ну, рано вышла замуж, да. Во сколько лет? Ну, мне было 22. Ну, это нормально. А ему? Ну, я была, значит, глупая в 22. А какие глупости вы наделали? А из-за чего брак расстался? Ну, знаете, вообще, я думаю, что, наверное, самая большая глупость был брак. Ну, хорошо. Ну, вот уже в брак вы вступили. Вступили. А в браке какие глупости? Ну, то, что первое, что я не работала. Он не хотел, чтобы я работала. Ой, какая умница. А вы сами хотели? Ну, тогда я не понимала, что я хочу работать, все причины. А он чем занимался? Бизнес? Он занимался бизнесом. То есть он был достаточно состоятельный для того, чтобы вам позволить лениться? Ну, да. Он сделал все, чтобы я не работала. И сколько вы? 12 лет. Разница в годах у вас была 12 лет? Да, 12 лет. А, Кристиночка, и сколько вы вот так вот дома ленились? Два года. А вот когда стал вопрос, либо вы продолжаете жить со своим любимым мужчиной, либо вы от него уходите, потому что не можете свое слово сдержать, хочется в социум. Он не стал вас отговаривать, не пошел вам на встречу? Ну, он даже сделал мне бизнес. Мы пытались уже под конец, но уже все было так сложно, мы все время ссорились. В смысле, все документы на вас, там, счета, значит, так, денежка была. Ну, это не все так красиво, как вам кажется. Там даже больше проблем. Как не кажется, мы спрашиваем. Нет, нет, там даже больше он сделал мне проблемы, чем бизнес, так что, как бы, лучше бы и не делал. Скажи, пожалуйста, вот он, как ты чувствуешь, он все-таки ревновал тебе? Он? Кому? Нет, я никогда не давала повода ревновать. А Она дома сидела все время. Кому ревновать? Мы просто так ревновали. Для этого он и бизнес-то, я и сам сделал свой, потому что, чтобы она была под контролем, и его люди контролировали. Это явно. Правильно? Скажи честно, что так было. Нет, не ревновал. Ну, так невозможно, такую красивую девушку не ревновать. А вот вас не смущает, что 42 года ни разу не был женат? Смущает. Есть вероятность того, что на вас-то женится? Ну, это... Смущает? Также нет вероятности, что он за меня замуж выйдет? Да, это точно. А двое детей, и Александр очень активно участвует в жизни своих детей. Ну, что значит очень активно? Ну, поддерживаю материально, естественно, когда-то вижусь. А вы воскресный папа? Ну, даже хуже, наверное, если быть честным. То есть, например, в отпуск, на каникулы можете забрать своих детей? Лариса, не хочу отвечать на этот вопрос, потому что ответ будет страшный. Я практически не бываю в отпусках. Нет, и я к тому, что, может быть, Кристине не понравится проводить отпуск не только с вами. Нет, я еще ни разу не проводил отпуск с детьми. А будет с вашим-то проводить? Он ни разу в отпусках не будет. По крайней мере, Кристина точно не станет третьей мамой ребенка, которая не вышла за него замуж. Это точно. Нет? Да. Это радует. И у меня, может, уже гораздо больше, чем 30 лет. Это абсолютно очевидно. Потом такая женщина, как вы, Кристина, конечно же, не засидится долго. Спасибо. Это тоже очевидно. Вы приготовили какой-то сюрприз? Да. Что это? Это маленькое дерево, которое, я надеюсь, вы будете поливать. Оно живое? Бонсай, но очень маленький пока. Уже роза, да? Нет. Нет? А как часто его поливать надо? Раз в неделю. Опа-нди, я своего залила, значит. Я надеюсь, что он будет в вашем кабинете. Так, передай. Какая вы умница. И вы будете за ним ухаживать. Мне показалось, что розовый листик очень большой. Да. Дамы, внимание. Скоро ватащено бонсайдос. Что он сказал? Я сказал, что это мой бонсай. Это японский язык. Спасибо большое. Кристиночка, Екатерина, вам огромное спасибо. Дайте нам возможность вас обсудить. Для этого пройдите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты была прекрасна. Да? Мамсай была прекрасна. Вот я сейчас смотрю на нее, я, Сашка, не увидел ни малейшего изъяна. Изъяна в ее красоте. Сдержанной. Сдержанности, чистых слов, правдивости. При этом отвечает на вопросы. При этом не мнется, не жмется, не говорит. Но я об этом не хотела бы говорить. Я начал, я начал. Понимаешь, нет. Все, все очень органично. Начал, начал иголочками, начал иголочками ее, что может быть востребованность. А ей зачем жаться-то, мягче-то? Она же, как говорится, по буфету-то гуляет с такой внешностью. Причем, слушай, ну, в ресторанном бизнесе карьеры особо-то, в принципе, как бы. Писаться, Лешенька. Да, да, да. Вот наш бы, Сашенька, вписался в ее ценности-то. Вы считаете, что я для нее недостаточно утонченный? Нет, вы недостаточно утонченный. Русская сахара. Вы достаточно инфантильный для того, чтобы забывать такую женщину. Роза, вы ошибаетесь. Почему? Потому что большую часть времени вы отдаете нам, государству. А женщины очень любят, между прочим, государственных отцов. И если у нее есть мозги, а все показывает на то, что они есть, она будет вас поддерживать, естественно, потому что, ну, иначе бы все были просто неженаты. Кристина явно более серьезна к текущему моменту, чем обычно бывают девушки ее типа. Потому что она смесь земли и воздуха, и начинают эти девчонки действительно с каких-то очень несерьезных, почти дурашливых, дурацких поступков в своей личной жизни. Самое приятное, что она эти ошибки признает. А вообще на это мало кто способен. И мужчины, и женщины. И то заявление о себе, что она была не права в браке, мужа не винила ни одним словом. Уже о ней говорит, как о взрослом человеке. Хотя наверняка это обоюдная история. Да. Это все про тебя. Встречайте третью невесту. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я очень рада знакомству с вами. И надеюсь, что оно не последнее. Ой. Извиняюсь. Надеюсь, что наша встреча не последняя. Как Бог даст. Очень переживаю. Я тоже очень рад познакомиться. Спасибо. Юнона, 24 года. Студентка. Гордится тем, что открыла свое турагентство. Мечтает найти мужчину, который сможет ее укротить. Предупреждает, что она человек настроения. Чтобы убедиться в верности Юноны, бывший возлюбленный устраивал за ней слежку и контролировал каждый ее шаг. Надеется, что Александр будет ей доверять. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Юнона, кто вам подарил такое необычное редкое имя? Папа. А из какой вы семьи? Из семьи Авось. Нет. У меня очень дружная семья. Родители 25 лет вместе. А мам кто по профессии? Мам, у них свой бизнес. Платье яркое, очень красивое. Ну, 24 года, мне кажется, она старше своих лет. Да, но она старше своих лет выглядит. Вы были замужем? Нет. Но у вас были такие текучие отношения с молодым человеком, что-то он слежку за вами устроил. Да. Так вот расскажите свою историю с телефоном. Как вы узнали? Однажды он улетел в Париж с родителями отдыхать. Это вам по сколько было лет? 21. Он с родителями без вас уехал? Да. То есть меня никогда никто не приглашал и не звал. Ну, а как он в 21 год? На что он в Париж позовет подружку? Если его везут родители. Честно говоря, наверное, я бы просто не поехал с родителями, сказал бы, что, понимаете, я не могу оставить свою девушку. Георгий, сынок, если сейчас смотришь эту программу, не слушай дядю Сашу. Ладно, если у тебя, детка, берем с собой, значит, имеем на это право. Да. Он будет ей как папочка. Хотя при этом, я бы не сказала, он выглядит моложе своих лет. Очень хорошо походит. Да, внешне, да. И вот он собрался с своими родителями в Париж. И перед этим мы встретились. Он говорит, возьми сим-карту новую, дешевле будет общаться, смс-ками переписываться. Там же дарит только меняется, а не сим-карты. Я даже не могла этого предположить. Он, оказывается, подключил услугу «Маячок» и следил. Какой молодец. А почему сейчас нормально? Да, чекизна настоящая. Чекизна. Нет, а почему сейчас нормально? Все знают, где я нахожусь. И вот он, будучи в Париже. Да, он мне звонил, писал, все. Как бы я, как примерная девушка, дома была. А за то время, за полтора года, в котором мы с ним встречались, он мне запрещал, да, ходить в клубы просто с подружками. И вот когда он уехал во Францию, вы решили оторваться? Я пошла в клуб, но он не звонил в тот вечер. Он как бы уже сказал, что я лег спать. Самое обидное, это что вышло. Клуб был закрыт этот давным-давно. Мы развернулись и поехали домой. Он прилетает. Сценарий понятен. Это уже понятно, да? Он прилетает. Я прямо это все вижу. И сразу же с аэропорта пишет, даже не встретился, пишет. Да, где-то было вот такого-то числа, во столько-то. Я говорю, я была дома, но не хотелось мне ему говорить об этом. Потому что понятно, что за этим последовало бы сразу. Я бы сделал по-другому. Я позвонил бы в тот день, когда вы уехали только что из дома, сказал бы, солнышко, ты, Надя, уже спишь? Вы бы сказали, конечно, дорогой, сплю. Я говорю, ты спишь по такому-то адресу? Ну, я хочу сказать, в этой истории нет никакой крамолы, но маленькая ложь порождает большое недоверие. Поэтому, Юна, это все ошибки юности. Конечно. А иногда недоверие порождает ложь. А иногда хочется сказать, а ты в этой истории, милая, виноват больше, потому что ты подло поступил. Потому что ты не имел никакого права лезть ко мне под шкуру. И это не ты меня бросаешь, это я от тебя, дурака, ухожу. Потому что мы еще не поженились, а ты мне уже устраиваешь такой террор. Вот и все. Поэтому, Юнона, хорошо, что вы с ним расстались. Это вам урок на будущее. Так запреты были не только в этом. Ты вернулся домой раньше времени, застал меня с любовником, но это ерунда. Ты вернулся раньше, значит, ты не веришь мне. Ты думаешь, что я могу быть с кем-то? Это я от тебя ухожу. Вот, между прочим, тоже мамочек-то, да? Да, да, да. Я так думаю, что ты стал расчетой. Лариса, на самом деле, я с вами соглашусь. Я с вами соглашусь насчет, что касается недоверия, что касается низкого поступка с его стороны. Но, тем не менее, мы с вами говорим о доверии. Давайте все-таки исходить из того, что доверие должно начинаться не с того, что я познакомлюсь с человеком, и вот ему куча доверия, и мы начинаем его проверять, как оно там, да, уменьшается или не уменьшается. Доверие нужно заработать. Майка, чтобы я начал доверять человеку, это начинается с нуля. А дальше уже... Вот если бы я узнала, что мой молодой человек, мне хотя бы одну ловушку поставил. Я бы не стал делать так. Ловушки бы не стал делать. Просто этого человека нет, даже если бы у меня были от него дети. А ловушки так расставлены, понимаете, их придумали до нас, их не надо расставлять. Она вот прям такая, ну, я хороший, возьмите меня. Я за мной следили, то я... Слишком правильно, да, ты имеешь в виду? Да, 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 да. А сколько было ему лет? Ровесник. Мой ровесник был, да. А вас не смущает? Вы не испытывали какой-то дискомфорт, может быть, от того, что вы чувствовали, что у него не хватает чего-то мужского, может быть, все было в достатке? Вот как вы ощущали его, как половину свою? Нет, он меня... Наравне или как? Да, он меня во всем устраивал. Я его... Это первая моя любовь была, да и единственная, так скажу. А как вы в отношениях представляете себе? Все-таки мужчина должен доминировать или мужчина должен быть с вами на равных? Доминировать. Все-таки доминировать. Молодец. Хорошая идея. Лариса, очень удивительно, что, получается, предыдущие отношения были с молодым человеком, который является ее ровесником, а в данной ситуации она сидит напротив мужчины, который, по сути дела, старше ее на 20 лет. В отце годится, да. И что? Вас это не смущает? И когда... Вот меня, например, не смущает здесь абсолютно. Нет, я просто... Я мезальянца не вижу. Вы достаточно молодо выглядите. Я мезальянца, Лариса, дело не в этом. Дело в том, что, как показывает тоже практика моего общения с людьми, девушка после того, когда общается со своими ровесниками, уходит именно тогда, ищет мужчину, который постарше, я не говорю, намного старше, но постарше, когда понимает, что вот всего этого не хватало, что они видели какого-то мальчика, студента, слюнтяя, чего-то нечего. Ну, по-моему, после такой радикальный шаг возрастной. Дальше нужно возрастить, нужно вылазить и штанищик, все правильно. Нет, ребят, ну мы шоу-то набираемся. 42-24, смотрите как. Ребят, ну у нас опыт же должен быть какой-то личный, но мы не живем в какой-то восточной закрытии. И у всех поправлен этот опыт. На мой взгляд, с ней станет скучно, и так как он довольно сильный человек, он ее просто подавит. Милая, а теперь покажите сюрприз, пожалуйста. Александр, я хотела бы вас пригласить на медленный танец. Ну, знаете, честно говоря, прям так и хочется пригласить на медленный танец и потанцировать. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. Спасибо, девчонки. Маша, возьмите цветы для своей подруги, проходите в свою комнату. Мы вас обсудим. Понравилась же мне? Я не знаю, могу. Подожди. Очень она мне понравилась, Леш. Очень. Я тебе, Лариса, скажу честно. Вот я смотрел, наслаждался, и иногда прикрывал глаза, и я представлял, когда... Нет, 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 и когда я свою дочку поведу на выпускной бал, и вот как бы я смотрелся. Вот они сейчас так вот в моих глазах, что это папка повел свою дочку. А мне нет, а мне не показалось. Совершенно мне не показалось, нет. Меня разница в 20, в 18 лет, ну, совершенно не смотрелся. Ларис, я хотел дальше продолжить то, что ровно через, ровно через 30 секунд после того, как они начали танцевать, вот здесь я уже начинал по-другому абсолютно думать. Вот тут я уже понимал, что это благородный, благородный, красивый принц взял такую дюймовочку, утонченную, красивую. Леш, скажи, вот иногда, Леш, послушай, иногда бывает 10 лет в разнице, или там 8 лет, а ты видишь, но он старче, либо она наоборот, несоответственно. Вот здесь, вот меня не смутило нисколько. Во-первых, мне очень понравилась Юнона. Есть в ней какая-то такая искренность, естественность, то, что я ценю больше всего в людях. Конечно, я и следовала бы вернуться к своему цвету волос. Конечно, это красное платье рановато, и по возрасту, ну, вот так кричать хочу любви, рано, 24 года, это ее немножко приближало к вам. Когда нравится женщина, неважно, в чем она одета, какой у нее цвет волос. Хорошая девушка, правда хорошая, и она достаточно близкий вам с точки зрения выбора человек. Я думаю, что вам могли бы нравиться одни вещи, вы личностно могли бы легко достаточно договариваться, но, на мой взгляд, сложность в том, что она именно сговорчивая, но не покладистая, это не совсем одно и то же. Она человек, который со своей воздушной луной и со своими сильными близнецами способен договариваться. Она не будет спорить с мужчиной, она никогда не пойдет на открытый конфликт, но при этом она и не согласится с вами до конца. Она не примет вашу точку зрения, но она действительно будет пытаться где-то сделать по-своему, где-то пытаться что-то свое от жизни взять. Ее сложно за это винить, потому что каждый хотел бы получить от жизни свое. Мы создали впечатление нужное, а дальше разберемся по ходу пьесы. Через несколько минут мы узнаем, в чью дверь постучится наш жених. Оставайтесь с нами. Ну что, парни? Ну, есть точка... Можно мы обсудим, да? Да, хотелось бы. Я тебе, как друг, желаю, вот поверь мне, это Кристина. Настолько вы друг друга дополняете, и здесь есть то, что тебе... Ты будешь год в ней искать, будешь два-три, ты будешь ее всю жизнь раскрывать, и это тебе будет очень приятно. Это тебя будет стимулировать во всем, и в росте, и в детках, и в карьере. Я считаю, что она. Ну, как тебе, жених понравился? Жених очень понравился, да, очень симпатичный такой. И сон за тобой зайдет, увидишь. Думаю, что да, обязательно. Кристина та женщина, от которой нет смысла гулять, потому что все в ней есть. Она потрясающе выглядит, повторюсь, она занята делом, она взрослая, она сделала свой выбор, она не просто так сюда пришла. Конечно, понятно, что всем очевидно, что Кристина вам понравилась во всех отношениях. Но вы государственный деятель, а национальные вопросы, вопросы разных государств, их тоже надо решать, как говорится. А я не знаю, как вы это решать будете. Ну, я к чему это? Вот как раз это в тему песни «Все могут короли, но жениться по любви не может ни один король». Поэтому любить Кристину, жениться на юноне. Понравился тебе жених, нет? Да, я плохой. Ну, мне тоже такой, он вроде бы нормальный. Вы человек очень сильный, Юпитер, это самая сильная планета в вашем гороскопе. А значит, человек амбиции, который всегда идет вперед, и для которого мнение общества очень много значится. Вот в гороскопе Юпитер говорит о мнении общественности, а Венера о мнении самого человека. Кристина, логичный выбор с точки зрения вашего Юпитера. Я считаю, что социально, независимо от того, гражданка какой она страны, вам правильнее было бы выбрать сегодня ее. Но что при этом говорит ваша Венера? Вот это уже вопрос к вам. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте СМС их номером по телефону 4151. Владимир, 27 лет, номер 3068. Режиссер и ведущий шоу программы, интересуется психологией, превосходно готовит кататься на сноуборде. Любит путешествовать и готов поддержать любую авантюру. Его избранницей может стать веселая и неунывающая девушка творческой профессии. Варвара, 27 лет, номер 3069. Укротительница змеи. Увлекается восточной культурой, эзотерикой и танцами. Всегда прямолинейно и упорно в достижении цели. Видит рядом с собой энергичного, образованного мужчину. Мы не знаем, выйдет Александр один или с избранницей. Я предлагаю всех выйти и поддержать его. Я честно признаюсь, что как только я увидел вас, мой выбор уже был определен сам собой. Очень приятно. Сегодня у нас есть Вара, Александр и Кристина. Если вы одиноки и хотите принять участие в нашей программе, отправляйте анкету на сайт Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Обнимает, вот он вас, Куценка-то. При всех целует губы и кольца не носит. Роза, вы посмотрите на меня повнимательнее. И что, осмотреть? Ну как меня можно не хотеть? Тебя можно. Она не испугалась и не различалась, но она так, ну, осмотрела, кругом и сказала, ну, в принципе, да. Он очень критичный молодой человек. Это не отменяет его каких-то замечательных качеств. Он способен заботиться о женщине. Но надо сказать, он придирый и действительно все будет решать. Мне такое ощущение, либо я обрежу, либо весь мир сошел с ума. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова